8 августа в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» состоялось торжественное открытие международной отраслевой выставки «Строительная неделя Московской области-2006». Выставка приурочена к празднованию Дня строителя. Организаторы – правительство Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, Мособлиндустрии и Мособлстройкомплекс. Основной задачей выставки является демонстрация эффективных технологий, материалов, изделий и конструкций, прогрессивного оборудования для их производства, технических решений, инвестиций в области строительного комплекса. На открытии присутствовал заместитель председателя правительства Московской области Александр Горностаев, который выразил свои поздравления участникам и организаторам. Горностаев подчеркнул, что Подмосковье сегодня является лидером по объемам строительства среди российских регионов. По его словам, строить можно было бы и больше, но не позволяет уровень развития инженерной инфраструктуры. На территории выставочного комплекса представлено множество компаний, занимающихся строительной деятельностью на территории Московской области. Среди участников Дмитровская межрайонная торгово-промышленная палата. В павильоне представлено 30 компаний, работающих на территории нашего края. Среди них компания ПИК Регион, общество с ограниченной ответственностью Кедр, компании Славянская и Афина ЛТД, общество с ограниченной ответственностью Нерль, закрытые акционерные общества Дмитровский строительный комплекс и другие компании, осуществляющие строительство не только жилищного комплекса, но и муниципальных застроек. В рамках выставки пройдут научно-практические семинары, пресс-конференции, круглые столы, презентации и другие мероприятия. Победители конкурсов будут награждены золотыми дипломами, а также дипломами второй и третьей степени. Закрытие состоится 11 августа. В марте 2005 года в Дмитровском районе, недалеко от поселка Орудьево, начались работы по реализации проекта тепличного комплекса для выращивания роз площадью 3 гектара. В результате предоставленного Газпромбанком финансирования в размере 12 миллионов долларов на срок 6 лет комплекс был введен в эксплуатацию весной этого года. Комплекс с производительностью 5,5 миллионов штук роз элитных сортов в год построен по новейшей западной технологии совместно с голландской компанией Dalsam. Контроль за качеством продукции, производственным процессом в комплексе осуществляется посредством центрального компьютера. Все системы контроля объединены между собой, что позволяет централизованно обрабатывать информацию и в случае необходимости производить действия, компенсирующие изменения различных параметров. На первом этапе реализации проекта голландские специалисты помогли смонтировать оборудование, предоставили посадочный материал и субстрат, составили бизнес-планы. Сегодня тепличный комплекс постепенно переходит на своих специалистов, которые прошли специальное обучение. Теплица работает по графику, все нормально, все технологии и процесс выращивания роз не изменяется и идет так, как нужно. Сейчас, если вы видели, кусты уже полностью сформированы, начали давать свою продукцию, срезка идет по плану, розы тоже все растут должного качества и количество очень красивое. Все продукции покупатели, которые приобретают наши цветы, все довольны. Кстати, дмитровчане могут наши цветы приобрести в Ледовом дворце, там есть у нас фирменный магазин. Все, что касается работы, все пока нормально. Не буду гневить Бога, все хорошо. По соседству мы сейчас начали ровнять площадку для будущих теплиц, потому что спрос, скажем так, превышает предложение, которое у нас на сегодняшний день есть. Теплица будет в два раза больше данной существующей. В этой теплице, может быть, мы пока еще до конца не сформировали свое мнение, но однозначно будут еще и розы, другие сорта, отличные от этих. И, возможно, будут хризантемы, тоже цветок, который очень популярен в России у нас. Проект тепличного комплекса дает возможность непрерывно производить продукцию на протяжении всего года. Уже первые срезы роз показали, что у проекта есть большой потенциал на будущее. Дмитровские розы получили положительную оценку у заказчиков, так как они имеют продолжительный период хранения и приятный внешний вид. Сегодня в комплексе работают 45 человек. В ближайшей перспективе тепличный комплекс «Подосинки» планирует строительство двух тепличных модулей общей площадью 6 гектаров. С введением их в эксплуатацию тепличный комплекс превратится в крупнейшие предприятия, покрывающие продукции большой сегмент цветочного рынка России. В будущем здесь будет целая фабрика по выращиванию цветов. Дмитров. Такой современный, динамичный и в то же время пропитанный атмосферой старины. Здесь древние валы храма уживаются со стильным хай-тек и модерн. Вписаться подобной архитектурной разнообразии задача не из легких. Она под силу только настоящим профессионалам, влюбленным в жизнь и свое дело. На минувшей неделе прошла презентация юбилейной выставки заслуженного архитектора Московской области Ростислава Нарского. Смело можно сказать, что сегодняшний облик города – это его работа. Проекты улицы Загорской, торговый комплекс «Альбатрос», доски почета, древо знаний, концептуальный проект пешеходного центра в Дмитрове, постамент памятника Борису и Глебу и многие другие принадлежат именно ему. Каждый юбилей – это своеобразное подведение итогов жизненного пути. Ростислав Викторович представил нас у зрителей не только официальные проекты, которыми мы имеем возможность ежедневно любоваться, проходя по улицам города. В 1955 он удивил презентации книги, с одной стороны высказывания с названием «Неизбывная дуван», с другой – сборником графических рисунков «По ветре». Здесь между строк можно прочитать философское и несколько ироничное отношение автора к жизни и всему происходящему. Приятно, когда серьезный архитектор вдруг открывает миру свое полное искрометным юмором наблюдение. Например, чтобы воспарить, надо каждый день подпрыгивать. Мудро и просто. Огромную лепту в работу Нарского внесла супруга, которая, кстати, тоже является архитектором. Это же ангел-хранитель, муза. Ну, это все, потому что я без нее, это моя лучшая половина. А без нее я бы не состоялся наверняка там, и ничего бы этого не было. Ну, это как, это нормально, это как воздух, необходимый для свирели. Ну, все это, это естественно. Поэтому это мое неизбывное, я говорю, что это моя лучшая половина, которой вот пронизано все, все эти вот работы. Вот такой замечательный союз. В книге Ростислава Нарского очень много рисунков и высказаний, посвященных природе, лесу и рыбалке. Который год лишен грибов, охоты, рыбалки. И настолько это все, ну, как бы, в мечтах, что об этом надо писать. Такой многогранный и разный, как и его проект, Ростислав Нарский совмещает в себе некий барский шик, простоту и динамичность. А значит, еще долго будет радовать Дмитровчан своими неординарными идеями и архитектурными проектами. В рамках открытия чемпионата в конференц-зале Дмитровской торгово-промышленной палаты прошла пресс-конференция, в которой принимали участие организаторы соревнований и представители средств массовой информации. Соревнования по воздухоплавательному спорту – самые зрелищные из технических видов спорта. Спортсмены выполняли задания на время, дальность и точность прохождения маршрута. Соревнования считаются состоявшимися при выполнении трех заданий в двух полетах. За Кубы губернатора Подмосковья боролись около 40 российских и зарубежных пилотов. Уже несколько лет на чемпионатах России для оценки прохождения маршрута используются GPS-логеры – электронные приборы, которые фиксируют результаты. Во время проведения Кубка над районом соревнований и в окрестностях Дмитрова летал самый большой аэростат в России. Ни для кого не секрет, что в Дмитровском районе проходят десятки крупнейших соревнований, в числе которых чемпионаты области и района, а также чемпионаты мира. Организаторы выразили благодарность администрации Дмитровского района и официальным партнерам – Общество с ограниченной ответственностью «Нетрейдер» и компанией «Панасоник». Торжественное открытие состоялось на центральной площади города Дмитрова. Тепловой аэростат состоит из оболочки, которая крепится гондола с экипажем, аппаратурой нагрева воздуха, управления полетом и поддержания связи. Полотнище оболочки изготавливается из прочной синтетической ткани, покрытой с внутренней стороны термостойкой синтетической пленкой, выдерживающей температуру до 150 градусов. Для нагрева воздуха сжигается пропан-путановая газовая смесь. Управление полетом производится путем изменения температуры воздуха в оболочке, а также с частичным выпуском воздуха через особые щели и парашютный клапан в оболочке. Скорость взлета и спуска регулируется пилотом в пределах 2-5 метров в секунду. Тепловые аэростаты используются для спортивных полетов, научных полетов, рекламы, развлекательных целей. Применяются для полета с экипажем от 1 до 22 человек. Они способны совершать полеты продолжительностью более 33 часов, а высота может достигать 10-16 километров. Основными упражнениями, которые выполняли пилоты на чемпионате, являлись попадание маркером в мишень-крест, зрелищное представление заяца-собаки и другие. По итогам соревнований победителем стал пилот воздухоплавательного центра «Авгур» Александр Виноградов из города Великие Луки. Вот этот чемпионат, прошедший чемпионат, у нас отличался очень большим количеством заданий. Это впервые, я думаю, что в истории российских чемпионатов было 24 задания, то есть 24 тысячи на кону. Для сравнения, в прошедшем Кубке России, который проходил в городе Великие Луки в этом году, было 12 упражнений. Победители получили кубок, медали, а также специальный приз от компании «Неттрейдер». 25 августа в 22 часа на центральной площади города Дмитрово состоится ночное свечение. Торжественное закрытие соревнований 26 августа. Более подробный репортаж о чемпионате Кубки губернатора Подмосковья по воздухоплавательному спорту смотрите следующую субботу в 19 часов 55 минут на канале «Вечерний Дмитров». Субтитры создавал DimaTorzok